По прошествии первого турнира текущего DPC-цикла в отечественных средствах массовой информации почему-то вдруг зашла речь о том, что ТИР-2 СНГ ДОТа чуть ли не лучшая в мире. И где как не здесь нам в этом убедиться, дорогие друзья. Возвращаемся к просмотру первого сезона Паримач Лиги. Меня зовут Дмитрий Нотан-Майхаус-Крупнов и добро пожаловать на официальную трансляцию этого мероприятия. Сегодня со мной в студии аналитики Сергей Смайлревин и Дмитрий Лайт оф Хевен Куприян. Привет, привет. Добрый вечер, господа. Ну вот, вбросили в интернет у нас такое мнение, что у нас ТИР-2 вообще зашибись. Как считаете, это действительно близко к правде или пока что опережают события журналисты? Обычно опережают события журналисты. Посмотрим, где эти команды будут чуть попозже. Давай будем честны, журналисты пишут разные статьи о ТИР-2 турнирах, потому что это наш регион, потому что его нужно развивать. И естественно, если они будут писать нехорошие вещи о нашем регионе, то этот регион будет не особо интересен. Потому что можно написать, что играют ребятки слабые, там ничего не показывают. И зачем? Зачем, если можно сказать, что у нас самый лучший регион, у нас самые яркие игры? И тогда интересно. Тогда все будут смотреть по рематч-лигу. Да, и тогда все будут смотреть по рематч-лигу. Дмитрий, это очевидно. И никто не в накладе, действительно. Но так получается, что все вынуждены лукавить в таких обстоятельствах? Все, кроме нас. Все, кроме нас, да. Ну или все, кроме меня. Отлично, да, отлично, Дмитрий, что всегда у нас есть вот этот лучик правды в этом свете, не знаю, всеобщего забвения. Давайте посмотрим, друзья, на актуальное положение вещей в первом сезоне по рематч-лиге. Собственно, не каждый день далеко мы анализируем для вас игры этого турнира. Поэтому что-то могло вылететь из головы у наших зрителей. Да, и может быть, не исключено, что у кого-то из моих коллег. В общем, первое место по-прежнему держит Team Spirit. Ребята, по сути, все свои игры уже сыграли. И не исключено, что именно они с первого места и выйдут. Единственный расклад, при котором они лидирующую позицию отдают, это если Virtus.pro побеждают во всех трех оставшихся встречах, набирают нужное количество поинтов, то есть выигрывают все три встречи со счетом 2-0. И тогда они сравниваются по очкам со Spirit'ами, и по результату личной встречи именно Virtus.pro будут занимать первое место. Но до этого еще далеко. Медведям действительно надо очень много наверстать. А все остальное положение, собственно, видите сами своими глазами. Очень много команд у нас сменяли состав уже на этом турнире. Некоторые из них и сегодня состав поменяли. Об этом еще поговорим обязательно. Как вообще оценить текущую ситуацию, господа? Virtus.pro могут в конечном итоге Spirit'ов догнать и перегнать? В матче против Off-Light to Moon, в том матче, где они там уже начали показывать свои супердрафты, и уже там было видно, что ребята тренируются, какие-то заготовочки свои пробуют, потому что я даже помню драфт, который был на тот момент в первой встрече против Flight to Moon, как они затоптали Flight to Moon просто в песок, в грязь. И на второй-третьей карте, где Flight to Moon забрали то, что вообще происходило с их драфтом, когда они вообще без керри играли. Играли там и с суппортом в миде, и там с квапойли широком на кор-позициях. Вот, а драфт тут, я прям его запомнил. Рикки, Crystal Maiden. Зевс там был. Зевс, Кунка и, соответственно, Гирокоптер. Да. Стандартный классный драфт с лейтом, с хорошим мидером и с такой необычной заготовочкой против того же самого Эмберспирита, да? Потому что мы очень часто видим, что у Эмберспирита нечем ловить, там какая-нибудь одна стрелами раны у нас появляется, в принципе, на дизейбл против этого персонажа. А тут очень классная, крутая заготовка, у тебя суппорты бегают там. Даже Рикки играл на третьей позиции, у тебя Crystal Maiden была, и Рикки, и все. Он просто бегал и закрывал эту Эмберспирита. Хорошая, классная заготовка, а дальше в Вердуспра начали пробовать и сыгрываться. Да. Ну, это еще мягко сказано, на самом деле. Их драфты в этой серии, это была последняя серия с участием медведей, которую мы с вами смотрели, друзья, на наших трансляциях. Дим, как считаешь, какие вообще выводы медведи должны были после этой серии для себя сделать? Им надо продолжать гнуть свою линию и вот так вот начинать пикать всякую дичь или, возможно, чуть более серьезно отнестись к предстоящим матчам. Вот как бы ты на них... Без понятия, какой у них настрой на данную лигу, поскольку именно в том матче было видно, что они не особо заинтересованы в том, чтобы побеждать своих оппонентов. Они действительно экспериментировали, брали суперсложные драфты, им нужно было хорошенько исполнять. И конкретно в тех играх мы видели, что ребята все еще допускают очень много ошибок, и я не знаю, какие у них цели. Никто не знает, какие у них цели. Да, собственно, мы узнаем эти цели, друзья, уже очень скоро, когда начнутся драфты первой карты. Мы вот пока с вами стояли, разговаривали. Мне в ухо пролетела информация, друзья, чтобы вы понимали. Перед началом сегодняшнего эфира была у нас официальная информация, что три из четырех команд, за которыми мы будем наблюдать сегодня, играют с заменами, а оказалось не так. Оказалось, что все четыре из четырех. Virtus.pro тоже будет выступать с заменой, вместо Resolution будет играть генерал. Интересно. Витя, как считаете вообще, что к чему? Я думаю, ничего не изменится. Все так же, Virtus.pro будет абсолютно так же играть. Витя как бы игрок третьей позиции, он всю жизнь играл на этой третьей позиции, играл достойно, хорошо играл. Да, у него там последние года вот эти в Na'Vi были не столь удачные, но это как бы исключительно из-за результата всей команды, из-за результата в Na'Vi. А так это очень хорошая именно третья позиция в СНГ-регионе. И то, что он Рому заменит, Рома, который только пришел на эту третью позицию, Рома, которому новинку играть на этой позиции, который только тренируется и впитывает как раз-таки все нюансы опять же этой позиции, то, я думаю, это чуть ли не усиление. Да, там сыгранность как бы будет чуть страдать, но все равно у тебя парень, который на этой позиции у тебя отыграл очень большое количество времени. Ну да, для него же роль действительно значительно более привычная, чем для Резолюшена. Рома, несмотря на то, что уже два, по сути, с лишним месяца играет в роли хардлейнера, генерал делал это практически всю свою карьеру, если я ничего не путаю. И поэтому здесь сейчас вполне возможно, что Virtus.pro с ним и даже где-то поровнее играть могут. Могут и поровнее. Могут, да. Будем смотреть. По поводу команды Немига Гейминг, друзья, вот тут информация о том, что ребята будут играть с заменами у нас была практически сразу. Напомню, что в составе этой организации в предыдущие матчи первого сезона париматч-лиги выступали Зитракс и Мелажул, первая и вторая позиция этого коллектива. И вместо них сегодня на турнире будут выступать ребята с никами Дурачье и Кодос. И если по поводу Кодоса особо не нужно рассказывать, кто это такой, то по поводу Дурачье вот я попытался за тот короткий промежуток времени, который у меня был перед эфиром, хоть какую-то информацию о нем найти. И вполне возможно, что это простой игрок из паблика, скорее всего, игрок из рейтинга, у которого нет бэкграунда с выступлением в профессиональных командах. В общем, так или иначе, будем убеждаться, что к чему, уже ближе к делу. Собственно, ну, Немига-то значительно более серьезные замены в составе, то есть они, по сути, половину коллектива. Ну, он, Дима, может, знает его, он всех духов знает. Димон, имеете представление об игроках, которые играют сегодня? Ну, зная характер Феррена, я как бы имел с ним дело на стеленьке, я знаю, что он довольно-таки взрывной эмоциональный человек, и поэтому регулярно, когда у команды не идет игра, на любом турнире, может быть, даже на кланваре, сразу же рассматривается вопрос, что нужно кого-то заменить срочно, потому что чего-то мы не тащим, чего-то нам не хватает. И это в рядах, где играет Феррена, как капитан, это нормально. Он слишком эмоциональная личность. Но ведь это очень деструктивно, по-моему, такой подход, он ни к чему вообще не может привести. Поражение же неизбежно. Не, но с другой стороны, с ним весело. Ну, как бы это, конечно же, минус, то, что у них там постоянно что-то меняется. Да, но с другой стороны, с ним очень весело играть. Банально, когда я был тренером на стеленьке или наставником, было очень весело стоять за спинами ребят и слушать их диалоги. И поэтому, в общем, есть свои плюсы, есть свои минусы. Драфты, друзья, первые карты уже на ваших экранах. Я напомню, что по формату первого сезона все команды встречаются со всеми и играют в серии Best of 3, то бишь, до двух побед. Топ-4 команды группового этапа проходят на лан-финал, который уже состоится ближе к концу ноября, если я ничего не путаю. Пятое и шестое место — это команды, которые попадают в... куда? В следующий сезон, все верно. Седьмая команда отправляется в релегейшн. В этом релегейшне будут принимать участие 4 коллектива, 3 из открытых квалификаций и одна, та самая, которая заняла седьмое место. По итогам этого релегейшна две новых команды будут представлены во втором сезоне по рематч-лике. А восьмое место группового этапа попрощается с турниром и больше не будет здесь выступать. Увы и ах, но это неизбежно для кого-то из коллективов, за которыми мы наблюдаем. Что скажете пока по драфтам, господа? Ну, смотря, Коттл на прошедшем миноре у нас был... Всех убил. Не то, что всех убил, это герои, который убил, по-моему, серии где-то 82% винрейта, что-то из этой серии. Но это ненормально. Один сыгр, по-моему, был сыгран, и вот 82% винрейта. Ну, в общем, он почти все игры и забрал, этот Коттл, поэтому этот парень сейчас будет заходить. Плюс как раз, если у тебя на каком-то крупном чемпионате показывается вот этот герой, который и так был, в принципе, в мете, но он сейчас уйдет просто на ферст пик, будет постоянно на тебя уходить. Ну, либо в баны, наоборот. Либо в баны, соответственно. Дим, а только ли в ультимейте Коттла все дело? Блайндинг Лайт. Пятерка, которой вообще ничего не нужно для того, чтобы выдавать пользу в замесе. Слишком высокий раньше скиллов. Можно ставить там за тысячу ранжа и вовремя подойти, дать себе свои сплы. Блайндинг Лайт моментально заставляет всех коров собирать. Либо блокинг-бары, либо МКБ. А коры не любят этого делать в самом начале игры. Он как бы форсит многих коров играть в неудобную для них доту. Я уже молчу про таких коров, как УД, которые вынуждены во время замеса бить Вилл оф Висп, а не героев. Потому что Вилл оф Висп, он круто работает. Ты, в принципе, драться не можешь, пока у тебя твой кор-позиции блокинг-бары не появились. Там просто все скиллы, ну, не все скиллы, два скилла направлены на то, чтобы заставить коров очень рано собирать блокинг-бар. Однако, если игра оттягивается, если появляется БКБ, МКБ, если герой удобный, допустим, там какие-нибудь снайперы, то в этом случае эффективность котла падает. Но, учитывая, что у нас сейчас темп во многих моментах решает, и команды высокого уровня действительно захвата и преимущества его не отдают, в этом случае котел смотрится шикарно. И он является мощнейшим оружием. Но вот за тот промежуток времени на старте этого сезона, который мы с вами смотрим доту, была ли выявлена хоть какая-то панацея против этого персонажа? Или надо надеяться на то, что его в ближайшем патче просто понерфят? Либо ты играешь быстро против него, либо ты уходишь против него в лейт. Он герой, на то и нацелен. Он суперсильный в начале, очень жестко приседает во середине игры, когда появляются 10-секундные блокенбары, именно новенькие. И также суперсильный, опять же, в лейт гейме, когда у него появляются те же самые аганимы, артефакты, когда у него скиллы работают на еще плюс 350 ринжа. Он, опять же, всю вот эту пользу выдает, потому что с Рошана там рефрешер орб какой-то упадет, ты можешь поставить, опять же, два тикающих ультимейта, которые будут. Но трудно против него играть. Поэтому панацея, опять же, какой плейстайл? Хочешь быстро против него играть, играй быстро. Но быстро не получится, потому что Котол тебе особо не дает быстро играть. Опять же, Элиминейт он жестко сносит, не дает тебе нормально пушить. Любопытный драфт справа. А что касается Virtus.pro, ну, этот драфт уже не выглядит как тот эксперимент, который мы видели в серии против Flight to Moon. Эти персонажи, ну, вот, даже здесь сейчас на бумаге, на мой взгляд, выглядят значительно более адекватно. То есть, по-моему, Virtus.pro все-таки поменяли свой подход к предстоящим матчам этого турнира. Не то, чтобы они максимально заинтересованы в том, чтобы занимать первое место, будем говорить откровенно, топ-4 команды, как я раньше говорил, выходят на лан-финал, и это их программа минимума. Они вполне ее могут выполнить, не выиграв все эти игры. Virtus.pro, какая у них задача? У них четыре команды, им главное не занять четвертое место, чтобы не встретиться с Team Spirit в первом туре, потому что 1-4, 2-3, но классика, да, как у нас распределяется. Им либо второе, либо третье место, им плевать вообще, какое ты будешь занимать, потому что второе будет с третьим играть. И ты как бы будешь от Team Spirit, от главных... Отдален. От главных, там, твоих конкурентов, ты будешь отдален, и встретишься только, соответственно, либо в финале Венеров, либо в еще где-то там, в дальнейшем. SkyWras для Немиги, Дима, как оценишь? Ну, пока более-менее. Не сказал бы, что здесь есть суперкрутой герой, который бы с ним сочетался идеально, поскольку House Knight, он любит ходить вторым замес, так, чтобы уже многие AOS-пилы были выброшены, так, чтобы он мог хорошенько взлететь с рифта в кого-либо, потому что ему еще нужно время, чтобы нажать на ультимейт. И SkyWrasmog нужен напарник, нужен кто-то, кто будет бегать вместе с ним и щелкать людей в ганге, ну, или, может быть, в замесе. Там, бисмастеры, аксы, там, вообще кто угодно. Лишь бы был хороший зацеп. Это вот момент такого, что два этих героя были забанены. И регион команды, акс. А вот пара саппортов, которые у Немиги сейчас вырисовываются, они же очень жадные оба. Дазл, не факт, кстати, что будет спортом. Дазл может быть... Нет, я говорю про Немигу. Дазл может быть и мидером в этой команде. Тут и Гримстрок может быть мидером. Да, то есть в этой команде уже Гримстрок может быть мидером, поэтому здесь вот пока рано. Ну вот я про Немигу скорее говорил, то есть Коттл и SkyWras, и тому и тому хочется иметь... Коттлу ничего не надо. Вот тебе как раз расскажу. Так, вообще ничего не надо. Скоросмагу нужно шесть лотов и аганим еще сверху, который почти эффективность всех его спилов увеличивает два раза. И при этом Коттел еще заливает ему ману. Чем больше мана, тем лучше. Но большая проблема — нет тавер-дэмэджа. Вот реально, а кто будет вишку бить? Допустим, у Хаус Найта кулдаун ультимейта. Черт возьми, кто сломает вишку? Сикер? Нет, Сикер стоит сзади. Он не любит идти вперед, он там получает стан, моментально умирает. А потом Скоросмаг, Коттел — тоже прохладная история. Остается один Хаус Найт, и по итогу мы имеем на зацепе Кора, который хочет фармить. Кор не любит быть единственным зацепом в команде, ему нужен еще один. Был тикер пики Ярослав НС Воровский, как он у себя в Твиттере писал. Кстати, появляется сигнатурка для Генерала. Это бестмастер, на котором Генерал отыграл просто тонну времени, тонну официальных матчей. И на бестмастере он прекрасно занимался. Он, по-моему, чуть ли не все свои последние матчи в Na'Vi отыграл на этом бестмастере, потому что у него тоже этот пул был довольно-таки ограниченный на тот момент. И этот бестмастер, он в той мете, по-моему, один из лучших был. И он заходил. Вырисовывается только одна проблема. Это отсутствие малого количества ауена. Здесь, во-первых, Эмбера может собраться так, чтобы хорошенько работали по иллюзиям. Плюс Эмбера можно спрятать на любую линию. Его можно спрятать на легкую, можно спрятать на центр и взять героя, который отлично подойдет против Хаос Найта. Ну, у меня, допустим, первая мысль – это какой-то герокоптер, который, естественно, в бане. Но, может быть, они найдут кого-то еще на легкую, чтобы тот смог расправиться с Хаос Найтом, потому что пока только Хаос Найт доставляет проблемы. Сикер всю игру получает рор и умирает. Минус Луна. Ну, как раз Глоевые против этого Хаоса. Что-то вроде альтернативы героя коптеру, который в бане был. Любопытно, что ВП придумал. У тебя тут все работает. Уже неприятно, на самом деле, против Хаос Найт. У тебя и Хил Дазла, у тебя и Эмбер Спирит есть. И у тебя еще Строка Фейт. Тоже ударит нормально по этим иллюзиям. От него очень много страдает. Топоры как раз. И начать драку очень трудно первым, потому что висит птичка, бисмастер все видит, Хаос Найт ничего не видит. И обычно рор первым получает Хаос Найт здесь. Слишком хорошее преимущество у Виртуз Про в плане инициации. А при удачном стечении обстоятельств это будут два рора и выигранная драка. Ну, как вариант. Некому идти в птичку. Нужен тот, кто пойдет вперед и умрет. Вот кто пойдет вперед и умрет для Немиги. Сейчас думает Виртуз Про, кого бы нам забанить еще. В целом, вот их баны, вот это все герои, которые идут вперед и умирают. Кунка, Тинни, Акс и Легион Коммандер. В Виртуз Про еще как бы есть такое секретное оружие, как Грейв. Вот этот Грейв тоже не о чем останавливать, если там Skyros Match не затнет этого Даззла в замесе и вы не фокуснете персонажа, пока Даззл в Сайллсе. А Даззл любит там собрать, да, одним из первых артефактов Грейвсы. Ему будет плевать. Поэтому, ну, трудно будет. Потому что ты начнешь фокусить этого Эмбер Спирита, на нем будет Грейв, он по-любому от тебя уйдет в этом Грейве. Там уже не хватит просто дизейбла какого-то определенного. СФ для ВП. Если я правильно все понимаю, то Эпилептик будет на Эмбере, да, катать. Эпилептик Нэмбер, его сигнатурка, он уже все. И Хаоса на тройку. Тут, ну, без вариантов. А у Е достаточно. Разбивает его хорошо. Под Рор ребята прыгают, дают ультимейт СФ и конечная. Здесь очень трудно пережить Рор Бессмастер. Один герой 100% умрет. Бомба-бомба. Без вариантов. Можно даже какой-то блинк БКБ собирать просто. Ну да. В любом умрет вообще без шансов. Блинк БКБ аганим. Вот, три артефакта, чтобы прям герой сдох. Если бы не было Хаоса на тройке, я бы сказал, что, возможно, какой-то ОД может спасти ситуацию. Потому что во все времена ОД был один из лучших героев против Бессмастера, который мог и подсейвить, и потом еще навалять. Но, к сожалению, здесь слишком много жадных героев. И Хаоса на это нужен фарм. И Сикеру. И они забирают инвокера, которому тоже нужен фарм. Ну, слева очевидное преимущество по пику. Слева очевидное преимущество. У тебя СФ, по идее, должен суперкруто отстоять мидл. Потому что он инвокера доминирует, он его перефармливает. И инвокер там себя будет очень некомфортно чувствовать, если у него помощи не будет. Не знаю, я тоже на Virtus.pro поставлю. По драфту они тут сделали своего оппонента. Коэффициент от наших партнеров париматч, друзья, на эту best-of-3 серию. 1-3 на Virtus.pro, 3-3 на Nemigo. Ну, они в конечном итоге отражают действительность, да? Дим, ты на Virtus.pro поставил, правильно? Конечно, конечно. Все, ну, аналитики единодушны. В целом, действительно, драфт команды Nemigo вызывает определенные вопросы. Посмотрим, как все сложится на деле. Друзья, для вас работают Jam и Майл Шторм. Моим слово. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Аналитика, как всегда, у нас великолепна. Ну, а нам остается только наблюдать за этой шикарной игрой. Наконец-то Virtus.pro снова в деле. Мы так долго ждали. Они скипают турнир за турниром, но париматч-лига дает нам шанс посмотреть на эту команду. На лучшую команду прошлого года в СНГ. Но пока непонятно, что ждет их в этом году. Да, состав у них обновленный. Посмотрим, как покажет себя он. И пик смотрится очень хорошо. И опять же, здесь, наверное, если делать преддикты, то ВП все же должны выступать с позиции силы, потому что ребята более опытные, а Немига все-таки, наверное, с позиции догоняющего. И в таких ситуациях обычно ты говоришь, что позиция догоняющая на пикало неплохо за счет этого могут затащить, но пока и по пику смотрится у Немиги все не очень хорошо. Ну, посмотрим, как это все сработает. Тут вот аналитики так единодушны были за то, что у ВП все круто. Но ВП играют с заменой. Это первый момент. Второй момент. Они все еще ищут свою игру. Это, наверное, самое главное. То есть даже команда, которая играет с заменой, но которая уже нашла свою игру, это одно. А другое дело ВП, которые их бросают то жар, то в холод, у них то какие-то ликантропы, то вообще что-то с чем-то там они набирают. Непонятно, как это работает. Но сейчас вроде все понятно. Плюс-минус. Посмотрим за исполнением. С другой стороны, конечно, если куда-то зайдет игра в глубокий лейт, то там Хаус Найт на тройке, там этот Сикер, там Инвокер. Это все очень сильные коры. И играть против такого будет крайне непросто. Да, все сложится от того, насколько хорошо стоят линии. Игра уже началась. Сейчас мы уже будем за этим наблюдать. Давайте посмотрим. Да, разведывательный санстрайк. Сразу пошел посмотреть, что это. Кстати, что интересно, это экзортовый инвокер, которого мы в последнее время вообще не видели нигде. Ты все хотел. Да, я все хотел-хотел. Я причем спрашивал, почему бы не берут. Но как бы мнение аналитиков было таково, что гораздо раньше можно подключаться к тимфайтам. Ты более полезный, когда играешь в Asvex. Ну и зачастую сейчас пики такие, что Vessel нужен по-любому в игре и как раз его так и выкачивают. Ну здесь, кстати говоря, Vessel, ну в любой игре Vessel неплохо. Здесь есть Dazzle, здесь есть SF, который купит себе Graves'е. А насколько я помню, у SF, ну вообще у Graves'ов такая механика, что сначала идет хил, вот этот вот заниженный, а только потом снимается бав Вessel'а. Так что тоже неплохо смотрится. Но в любом случае, пока что инвокер взял Exord, с Unstrike'ами раскидывается. Генерал на Abyss Master'е. На сигнатурочке играет, как и говорилось. У меня на Литике, да, должно быть все в порядке здесь. Уже прокачал себе Кабанчиков. Тоже здесь Default, тригена много. Посмотрим сейчас, что по баунтирунам будет, потому что три героя находятся снизу, снизу у команды Немига, а три героя также у команды Virtus.pro. Подраться могут эти и те. Да, у Virtus.pro 3.1 9 очков, у Немиги 1.3 5 очков. Так что для Немиги это очень важная встреча. Напоминаю, за 2.0 3 очка, за 2.1 всего-навсего 2 очка. Ну и за одну победу 1 очко, соответственно, за одну там карту в серии. Так что любая карта имеет значение. Так, сейчас получается три баунтируна для Virtus.pro, да. Там генерал 2P контролил, здесь внизу переконтролил сейв. 3.1 хороший начало для VP. Отличное начало и стягивается наверх у нас сейв. Сильная линия Grimstroke плюс Beastmaster. Противостоять этой линии будет Bloodswicker, ну тоже такой неслабый герой вместе с Котлом. Вот Котл не лучший саппорт на линии, на мой взгляд, во всяком случае, именно на легкой линии. А SkyMak пока что у нас на сложной вместе с Хаосом. Они находят Солоча. Ну, Соло там неплохо там навалял так Астралу вместе с Эпилептиком. Мы видим, что на ЛООХП остается у нас Скоросмэч. В миде тоже интереснейшее противостояние. Лунчик будет отыгрывать на эсэфе, тоже одним из своих любимейших персонажей. Я там смотрю, там наполучал по лицу уже немножко инвокер. Ну, рейзер. Он живет, да. Рейзер, рейзер, рейзер. Вот здесь вопрос как раз в том, как помешать вообще эсэфу. Ведь если ты берешь даже экзортовый инвокер, у тебя куча урона, все равно эсэф качает рейзер и все равно добьет своих крипов, уйдет в лес, там пофармит. Вот еще один рейзер, правда по Кодесу не попал, насколько я понял. Кодес принес себе Пласточку. Дебаф в любом случае на нем висит. Он, может, попал. Ну ладно. Пласточка прилетела, да, отрегенится и будет все хорошо у него. Вторые, точнее, первый рейзер, второй левел имеется у нас все еще у Нуана. Внизу там у нас продолжают гонять Астрала. Конечно, неприятно здесь. Фисты должен достаточно больно пробивать кроссмейдж, учитывая, что у него 0 армора. Весь урон он получает. Да, не хватает, конечно, в игре ВП эпилептика очень сильно. Не скажу, что он прям смотрится откровенно плохо. Все зависит от игры, да, от героя зачастую. У него есть какие-то сильные сигнатурки. Но все-таки от такого молодого Кэри все ожидали, вот все те, кто говорил, что ну да, мы верим, мы верим, все ожидали, что будут ну вот какие-то там из ряда вон вообще мувы, когда он будет там уничтожать практически. Да, такое мы видим, но такое мы видим исключительно на персонажах типа Наги Сирены, Флантера, и Морф у него еще есть, вот третий. Вот три персонажа, она же, да, у него сверхсильные, а вот на остальных как-то особенно Войт вспоминается, сверхнеуверенные, но вот здесь Эмбер Спирит. 14.5 СФ, отличное начало, но Инвокер по идее должен немного уступить. Бестмастер 12.1 против Сикера тоже хорошо, так здесь у Соло. Проблемы, подхил. Соло, скорее всего, погибнет, там буквально еще парочка ударов нужна. Стрейф или что-нибудь? Да просто, наверное, с руки или нет. Хотя времени, конечно, очень много тратит Немига. Соло, я думаю, там еще успеет и закупиться, да, у него закуп уже имеется. ФБ забирает, все-таки у нас ЦК, да. Но в это время продолжает на линии фармить Эпилептик. Да, выиграл немного времени. Так, Эпилептик здесь, получается, и на фрифарме, и на Соло Экспе, это довольно важно, берет себе Боттл. И забирают у нас Астрала. Ну, это, так понимаю, просто отдался, да, чтобы побыстрее вернулся обратно на линию. Сразу Боттл приносит Соло. Так что максимум извлек из этой смерти Соло. Он и время выиграл, и Боттл привез, еще там лишний раз успел помазать. Что-то в миде у Кодоса пока что дела вообще плачевно. А я смотрю, 9 на 0 по-прежнему статистика по крипам. И не догоняет, не догоняет никак СФ, СФ 23 на 9. Ну, он, конечно, здесь уничтожил инвокера. Ну, а вот и что делать? Потому что, опять же, в начале, так, тут нападение, отличная игра от Фервиона, отталкивает генерала и не дает застанить блацикера. Что делать инвокеру? СФ, если у него не получается с ластхитом, может рейзами быстренько за ластхитить, набить себе души, и дальше у него уже просто больше урона. А у инвокера таких опций нет. У него метеор только при прокачанном вексе появится, и то очень слабенький. Да, да, о чем и говорилось. Раньше, если ты мог как-то скипнуть это на то, что ты играешь к вас век с инвокером, инвокер не самый сильный, он там потом находит себя как-то в командных драках, то здесь у тебя экзортовый инвокер, который, казалось бы, должен себя чувствовать хорошо на линии за счет большого количества ровных. Нападение на Фервиона, Ферри Файр отлично откидывает от себя. Очень много крипов здесь, нужно попытаться помешать как-то заласхитить все это блацикеру, блацикер, сейчас застанет его инсвел, блацикер может погибнуть, прожимает скрики, все еще живет, хорошо, идет до конца, пассивка работает, не хватает буквально одного удара, чтобы забрать генерала, генерал выживает, а сикер отправляется в таверну. Под бладрейджем находился, если бы добил генерала, получил бы захил, в итоге сикер погибает, но надо сказать, что бился до конца, не хватило ему котла, но котла, к сожалению, прогнали чуть раньше. Да, сверх агрессивное начало от ВП. Как правило, в таких играх они трудностей не испытывают, если вот дальше у них особенно есть какой-то план на игру, но здесь, в общем-то, с ССФом, с бестмастером можно хорошо Тавара поддавить. Кодос вызывает Форжа, пятый уровень. На помощь, вот кто, возможно, поможет ему вернуться обратно в игру. По левелу пока уже мы видим, ну, да, мы видим, что и коэффициент у нас подъехали, не верят все еще нас в команду Немега, но тут неудивительно, ситуация у Немеги пока не очень, но Форж, конечно, это все замечательно, но разница уже в целый левел, шестой левел уже имеется у Нуна, а у Кодоса пятый и Медкорс просто провалился. Как раз Инвокер в мидгейме проседает еще сильнее, где брать ему фарм непонятно, способностей для фарма у него нет, в отличие от ССФа. То есть здесь по всем статьям вообще ССФ получается интереснее. А Инвокер, Инвокер как-то будет пытаться, не знаю, может быть сделать Мидас и совсем уйти в глухую оборону, либо пытаться как-то более активно играть. Ну, пока что мы видим, взял себе третий Экзорд, Векс, класс, так, всего понемножечку. Да, интересно. Получается, у нас тут нападение, непонятно на самом деле от кого, тут было контрнападение, я так понимаю, ЦК, что просто уйти, потому что набегал соло вот так вот в наглую. Инвиз забирает сейв, не Инвиз, а смок, прошу прощения, выходит, поставил Вижн, у него еще там обсервер плюс сентри имеется, забежал в чужой лес. Но даже не нужно как-то гангать Вирту сам, у них все и так здорово, они выигрывают все три линии, на верхней линии все, видите, то есть все три линии, все пять позиций лучше у Виртузов по фарму и 2000 преимущества уже. Да, ночь на дворе, тут у нас Нунчик выходит в лес, находит его Астрал, но игнорирует просто Нунчик и фармит, все правильно. Так, Курьер. Кстати, Курьер-то мог бы пострадать, но слишком маленькая пища. Слишком, да, мало урона у Скоросмейджа вряд ли успел бы забрать. В итоге Сэф ушел, но только потому, что он уже справляется и с линией, не с фармом леса, инвокеру немножко оставляют там глоток свежего воздуха, инвокер сейчас подфармит, конечно, но это все... Это мелочи, мелочи по сравнению с тем, что есть уже в наличии у команды Виртуз Про, Виртуз Про пока что не торопится, ночь на дворе, но это не мешает ему уверенно фармить, мы видим, что топ-3 позиции, я считаю, уже топ-3 кора, тут у нас Сэйф не попадает под Блатрайт еще, за счет этого живет, да и даже если попал, вряд ли бы удалось забрать. И вот представить, за счет чего будут разгонять Сикера, пока не совсем понятно, то есть Сикер неплохо с каким-то Зевсом, Нечерс Профитом, когда дал, урон нанес, так тут Сэмбер Спирит, ну, да, он спокойно здесь может понаглеть. В общем, когда есть какой-то герой, который быстро просаживает оппонента по ХП, Сикер начинает бегать, здесь такого героя нет, и как Сикера разгонять, непонятно, как-то в процессе будут пытаться, видимо. Посмотрим, ему хотя бы фармить пока что уже было бы неплохо, но по Нетворсу у него тоже дела не очень пока что. Самое главное еще и ультимейт получить. Седьмая с половиной минуты, ульты все еще нет, все еще пятый левел. И вот тут кабаны пока что работают. Задувает у нас Фервиан, но помогает Сейф. Вот еще наваляли неплохо, Инксвел отталкивает генерала подальше котел, чтобы он застанет. Снизу-снизу там тоже за Чузен Ваном погоня забирает его Эмбер Спирит за счет флеймгарда. Ну вот, начинают Вертус Про просто закручивать гайки. Вертик уходят. В общем, Кодос хотя бы фраг смог заработать. Хоть что-то. Сверху продолжается здесь битва под Блодрайтом генерал, получает замедление, Сикер разогнан, но хватит ли этого? Нет, этого не хватит. Сюда потянулся уже на помощь и Астрал, но и даже втроем ничего не смогли сделать ни Мига. Там имеется Шрайн, его сейчас, наверное, заюзают, а может быть и нет, не знаю. На одного генерала буду тратить или нет. В общем, ВП просто начинают душить на линиях все сильнее и сильнее и сильнее, никуда особо не перетягиваясь там большими силами, не переходя в какой-то пуш, просто давить своего оппонента все жестче и жестче. И такими темпами со временем преимущественно так. Вот, например, Эпилептик. Отлично сыграно. Ну вот, вот отличная игра от Эпилептика. Забирают Инвокера. Инвокер вообще ничего не способен противопоставить Имберспириту сейчас. Да, и ты так смотришь на эту игру от команды Немига, думаешь, ну, обычно есть какой-то камбэк-герой, кто-то должен фармить, но ни один герой пока что не врывается в топы Нетворса и непонятно, чем возвращаться вообще в игру. Да, действительно, непонятно. Сикер, наверное, стоит ему... Отличная ТП, Эпилептика. Неплохо. По Т1, нормально. Маэстро. Нормально, бывает. Ничего страшного. Хорошо, хорошо. ТВРа пока что не падает. С другой стороны, у команды Немига это, конечно, внушает, наверное, оптимизм. У них у нас нападение сейчас на Фервиан, на Фервиан, улетает отсюда генерал. Неплохая комбинация с вот этим Блайндин Лайтом и Руптурой. Ну да. В итоге подсевил своего котла, генерал улетел. В принципе, это не так плохо для Немиги, но они ничего не получили. Вот это для них печально. Они продолжают свой пик как-то пытаться раскачать, хоть как-то выйти в свой уровень, в свои артефакты. Коттл нужен ему шестой, и он получит его с книгой. Десятая минута, сейчас три баунтируны попытаются отжать себе Вертус Про. Но и здесь тоже три баунтируны. Сейв. Будет нападать сейчас под баунтируны. Здесь будет Драка. Забирает в итоге у нас Астрал. Но Астрал может погибнуть сам Астрал. Блайндин Лайд вовремя откидывает Фервиан. Астрал все еще живет. Баншу сломали. Ей замедление от Кабанчика. Ну и накидывает уже Пайзон Тач. Да, Кодес приходит сюда в Инвизион. В итоге Астрал забрал баунтируну. Ну, два в два получилась ситуация. Отдали Скаймага. В принципе, это не так плохо. Но то, что инвокер сюда еще пришел. Да, тоже не так плохо, потому что линия была слишком сильно запушена. Он бы там все равно не фармил. Четыре тысячи преимущества. Да, и это опять же без того, что у нас падают не падают что-то в равных. Тут у нас соло может сейчас Эпилептик сделать фраг или сам наполучать. Нет, вовремя убегает на Ремен. Он за счет этого выживает. Барабаны ему уже летят. А скоро ведь ВП пойдут и пушить. А как только начнут падать ТВРА, там ого-го, как оторвутся они вперед по Нетворсу. Ну, вот не самый пушащий пик все-таки. Да, Бестмастер, да, СФ, но СФ пока разгоняется. Бестмастера одного не хватает. Эмбер, в принципе, ТВРА не бьет. Но вот сейчас круто он сыграл. Как раз-таки вернулся домой, вернулся обратно с полными ресурсами. А вражеский оффленер уже без фантазма. Ну, вот мы видим статистику по фарму. Там, конечно, тотальный развал. Просто очень больно сейчас ЦК. ЦК погибает. Это соло-фраг, я так понимаю, да? Эпилептика. Отлично сыграл. Уже второй раз он делает соло-фраг. Причем на двух корах он забирал кодоса соло и забрал ЦК. Ну, очень тяжело ЦК здесь уже с таким недофармом. Имберспирит просто... Он никак не может убить Имберспирит. А Имберспирит сам выбирает для себя более удобный момент. Итак, выходит, находят двух героев. Фервиан. Ну, тут соло отвлекает на себя пока что Нунчик. Есть Вэлл Увист. Нужно выбежать. Пошел раскаст от Инвокера. Нунчику больно. Наполовину он просел. Раскастовывает Ультимейт. Взрывается. Пока что Ветра. Летает. Сюда выходит сейв спину. Есть Инкс Вэлл. В итоге погибает у нас Астрал. Очень битый Сикер. Наполовину, точнее, битый. Пытается в кого-то вгрызться. Понимает, что бить-то уже некого особо. Ломает Баншу. Дает еще один Блатрайт. Здесь с Кентавром. Доминатор уже есть. За Чузун Ван пытается как-то спастись. Дичайшее замедление просто. И должен, должен погибнуть. Но Скаймак вовремя приходит на помощь. Кентавр под Сан. Спасалится. Не может как-то чуть-чуть сделать. Он дает Сан. В итоге за Чузун Ван живет. А вот Астрал нет. Сикер попытается разменять генерала Сан. Залетает. Санстрайк. И генерал слишком далеко зашел. Это определенно того не стоило, конечно. Так. Ну, здесь команда. Кодос. Привязывает его. Пошел Сайланс. Сверху. Бландин Лайт. Кодосу нужно разбить Баншу. Разбивают. Уходят в инвист. Тут же ставится Сентрис. Забирают его. Да, Фервина тоже могут забрать. Он под минус армором. Побежал вперед у нас Эпилептик. Улетает отсюда ЦК. Понимает, что делать здесь больше нечего. Фервин начинает мансовать. Пока что там в лесочке. Но его находит сейф. Соло набегает. Еще один Бланник Лайт. Да ладно. Неужели размансовал? Да. В итоге выживает. Ну, прямо такая душка тотальная. Непонятно, что делать. ССФ. Вот этот выход, он был ключевым. Они выходили... Не ЦК улетел, да? Я почему-то думал, что это ЦК улетел. Нет, ЦК остался. Только сейчас улетает. Вот этот выход был ключевым. Они выходили в расчете забрать хотя бы кого-то. В итоге не забрали никого. Еще понадавали героев. ССФ взять не смогли. Метеоркул снэп. Но этого не хватило. Да, и Тавр сейчас еще заберут на верхней линии. Т2 упадет. Эпилептик улетает на базу, но вернется обратно. Благо Реймнант оставил. Хорошо. Нунчик там гоняет Астрала. Дальше в БКБ будет выходить после Барабановс. Здесь уже курсирует Генерал. Видим, что у него там выход во Владмирс какой-то, да? Судя по маске. Есть смог от команды Virtus.pro. Слишком большой разрыв. Только Генерал идет на уровне Сикера, Инвокера. А АСФ и Эмбер, конечно, очень далеко вперед вырвались. И непонятно вообще. Да, Эпилептик. Эпилептик. Эпилептик забегает. Привязал двоих. Очень хорошо. Бланник Лайт залетает. Есть Вэлловиз. Тоже хороший, кстати. В это время стирают у нас Солоча. Но погибает также Астрал. Пока что саппортов разменяли только обе команды. Погоня продолжается за Фервин. Есть Ультимейт по Эпилептику. Эпилептик стоит на месте. Просто впитывает. В это время Праймл Рор. И начинает избивать Бладсикера. Бладсикер моментально заканчивается. И отправляется в таверну. Там где-то забрали еще и котла. Это уже в сумме минус 3 от команды Виртус Про. ЦК прожал Ультимейт. Просто уходит под Т3. И в это время Нунчик даже не торопясь как-то вальяжно ломает Т2 на центральной. Как бы даже в драку не входило особо. Да, но вот очень плохо, конечно, наши команды справляются с таким давлением. И Виртус Про этим очень здорово пользуется. На паре матч-лиги мы видим уже далеко не первый матч. Где вот буквально пару тысяч преимуществ. И все. И дальше мы идем вперед, вперед, вперед. И раз за разом убиваем оппонента. Все те проблемы, которые есть в пике Немиге, в мидгейме, вот этот слабый инвокер, недофармивший свое Сикер, это все сказывается сейчас очень серьезно. И шанс теперь только один, что ВП просто как-то, ну вот... Ну, под Т4 под фонтан зайдут, что ли? Даже дважды, наверное, зайдут. Дважды или трижды, я не знаю. Вот Нуан, у него есть триген, у него есть 15 стиков. Он просто гонится за Фервианом. Эмбер Спирит уже летит, готовый также перехватывать. В погоне будет рейс номер один, рейс номер два, и все. Эпилептик уже здесь забирает фраг, там еще и баунти-рунки появляются, все это дело сейчас законтролится. Есть смог еще один у команды Virtus.pro, и они пойдут-то в верном направлении, потому что там вроде как Vision, да, должен находиться. Нет? Стоит вард, но это вард, не ВП, да. Это вард, не ВП. Ну ладно, вовремя, вовремя они шли. Вот сами как раз сейчас поставили варды, задивардят, если что. Ну пока решают не палиться. Так, Одаса сейф нашел, ну или кто кого здесь нашел еще непонятно. О, Мидас! Ничего себе! Ну вот видишь, почему инвокер... О, нападение на... Ну я не уверен, что хватит урона, чтобы Нунчик-то забрать. Нунчик расставал ультимейт, сюда уже два сейф-тп делается, его даже не пробили-то толком. В итоге генерал прожимает барабаны, призывает кабана, бежит уже вторым кентавром там на перехват, чтобы кого-нибудь постанет. Они дотянулись в итоге до Астрала, Астрал погибнет точно. Минус Скоросмейч. Могут сейчас еще и Сикера найти. Сикера нужно улетать, а у него ТП нет. Сикер там мансует, я не понял, есть ли ТП на самом деле там бестмастер. А, это бестмастер, это был бестмастер, да. Ну, ТП на кулдауне, и Сикеру теперь нужно бежать. В любом случае база осталась в другой стороне. Ну, его просто игнорируют, ничего с ним не будут делать. Там в это время просто по линии отправится ВП. Крипы благо имеются, катапульта есть, и можно попушить Т2. Да, конечно, непонятно вообще, что делать, как защищаться. Немига. Да нет, такими темпами игра совсем скоро закончится, я думаю, если так продолжится, потому что, ну, слишком сильный получается уже персонаж у команды Virtus.pro, просто дикий перефарм. Ну, и коэффициенты об этом и говорят как раз. 1.05 на победителя карты ВП, 8.05 на Немигу. Ну, даже здесь это, даже так это смотрится очень оптимистично, потому что, на мой взгляд, даже если ВП впятером отдадутся, им нужно будет сделать это еще раз, чтобы Немига вернулась в игру. Слишком уж много можно героям Немига. Ну вот, возможно, сейчас под смог как-то, каким-то чудом подставится Virtus.pro по одному, Немига смогут камбэкнуть, но это, опять же, что-то за грани фантастики. Даже не представляю. Я не могу себе в голове тоже представить, что должно произойти. Где урона они столько возьмут? Здесь ЦК-тройка, у него нет так много артефактов, и он при этом не такой прочный. Сикер тоже, без блокинг-бара, он как бы рассыпается очень быстро, а у ИСФ уже есть БКБ. И как его не дать нажать, вообще непонятно. То есть это нужно как-то закомбинировать идеально все свои способности. И это при том, что мы говорим только о одном из Сэфи, а там есть и Даззл, и кто угодно. Ну вот эпилептик. Как раз началась у нас игра с того, что мы так обсудили, что эпилептика не хватает. Вот такого эпилептика, наверное, мы как раз таки и ждем. Ну, опять же, рано судить. Здесь давайте будем честны. Но все-таки разница в личном исполнении команд слишком в глаза бросается. Будем честны, это не Мига. И таки обыгрывать не Мигу, это безусловно здорово, это тоже отличная команда. Но если говорить о каких-то мировых перспективах... Пока еще рано как-то забегать вперед. Да, Рошана очень быстро, без проблем, забирает виртуз про, сразу же разбивается очередной смок, и теперь нужно как-то от защиты играть в команде Немига от хайграунда. А здесь у нас у Чузен Ванна могут быть проблемы. Несмотря на то, что тут два персонажа команды Немига, но эпилептик не боится ничего, да, он идет вперед, улетает отсюда ЦК, сбить ТП нечем, убегает также Сикер, бежит Ноуан, нет какого-то Юла, что-то такое, что под контролем. Есть Кентавр, есть Кентавр, но он под Саленсом опять, эх, нет возможности подцепить. Не, ну все, что делает Немига, это убегают, мы вообще не видим ничего от них, они даже уже не знают, куда и как выйти можно, чтобы кого-то забрать, поэтому даже не пытаются, они просто бегут обратно на базу, как только видят оппонента. И это, в принципе, правильное решение, потому что база спасет их. Да, это лучше, чем умереть, просто. Действительно. Согласен. Ну и мы видим, что все линии запушены, теперь только на хайграунд, а Егис есть в наличии, ждем, наверное, финальной драки сейчас, судя по всему. Ну, такого додавливания. 20-ая минута, классический Virtus.pro, который на 20-й минуте уже дожимает своего оппонента. Ну и вот то, что происходит на данный момент, вот когда все три линии запушены, их просто можно фармить, это, наверное, Немига устраивает на 100%. Да, с базы выходить никуда не нужно, крипы идут сами тебе. То есть худо-бедно, ты фармишь, не умираешь. Вот ЦК зашел вперед, он нападает на Соло, Соло пытается за рассказ забрать. Хорошо, забрали. Но в это время есть контр-врыв, моментально стирают также Котла, убегает отсюда, нет, не убегает, отсюда Сикер, потому что там работает очень хорошо генерал своим кентавром. И тут драка продолжается, сейв вместе с эпилептиком разбирают Чулзен Вана, накинули Кобру, Кобру сломали только сейчас, Чулзен Ван, подтягивается Нунчик, и он тоже погибает. Байбеков ни у кого нет, но таймеры, правда, не очень большие. Убивать все в Даззла, это, конечно, жестко, но даже Даззл там умирал довольно-таки долго от всего этого раскаста. То есть в равной игре Даззл рассыпается моментально, если его находит здесь. Мы видим, как в него пришлось сдать 3-4 с ПЛА. Ну и, соответственно, на остальных не осталось. Ну, там даже БКБ не нажимал, по-моему. Да, он вообще ничего особо не сделал. Там пришел, так дал рейс контрольный в голову ЦК, и на этом закончилась драка. Так, ну что, падает Т3. Глифа, фортификации нет, он закончился буквально только что, и начинают падать бараки. А, попытка отбиться. Тер-3 уже нет. Понадежнее отступить, сломать шрайны, что Virtus.pro и делают. Там в это время Кодус пробежался, законтролил руну баунти, забрал инвиз. А Еггит все еще будет 2 минуты действовать, так что времени очень много у ВП. Ну вот еще Эпилептик сделает себе Линкенсферу. И после Линкенсфера вообще непонятно. То есть теперь у тебя либо Сайланс Скаймага, либо какую-то контроль улетает в Линку. Как контролить в такой ситуации? Что с ним делать? Что делать с СФом? Непонятно. Зданий уже больше нет. Дальше будут падать бараки. Первый шрайн сломали. Тут же передвигаются на второй. Ну прям как машины, как по учебнику. Да, и работает. Ну в принципе вот если оппонент настолько слабее тебя по игре, там отставание в 16 тысяч, пик который на данном этапе ничего не может, то наверное это самое правильное действие, которое делал от ВП. И после этого методично еще раз зайти на мид, либо на другую сторону. Ну сейчас в миде возможно, кстати, будет драка. Там у нас находился сейчас, я так понимаю, то ли Сикер, кто там бегал, но вовремя ушел, потому что сюда потянулся уже ну. По миду можно попробовать забрать бараки, либо же подцепить Астрала. Астрал в привязочке пока что стоит. И может погибнуть, да он погибает. В итоге отправляется в таверну без байбэка, конечно. В это время начинает падать первый барак по миду. Да, никакого размена, ничего, это просто бесплатный фраг и следом еще и бесплатный барак. А эпилептик здесь, привязали Блад Сикера, нужно его спасать. А вот и ЛНК уже работает, есть Блад Райт, Сикеру очень больно. Эпилептик под Саленсом, но не Буаегис, ничего страшного. Даже если выбьют его, я думаю, да даже и не выбьют, ничего страшного. Да, даже и не выбивают. Эпилептик идет дальше душить с этой гидой, 48 секунд остается. Вторая сторона. Вторая сторона не простоит 48 секунд. Да, и вообще какая-то техника бесконтактного боя сейчас у команды Virtus.pro. Они кидают там строку фейт, эпилептик закидывает фистами здесь. И как же больно, сгорает Сикер просто на глазах. Есть рассказ от Инвокера по Генералу. Кстати, неплохо покатился Тептель, Генерал может погибнуть, Генерал погибает. Отличный первый минус. Есть байбэк от Генерала, возвращается обратно. В это время там драка продолжается, ультимейт залетает от Гримстрока. Chosen One бился до конца, но погиб. Привязали Кодоса. Кодос, скорее всего, тоже отправится в таверну. И, наверное, на этом игра и закончится. Или нет? ГГ пока не вошел. Мом, байбэк еще надо. Болевой. Санстрайк куда-то. По ступенькам. 200 тысяч IQ санстрайк, но, к сожалению, Солон не 200 тысяч IQ, поэтому он не попался на него. В теории мог бы, конечно. Да, но это не изменило бы никак игру. 22 минуты 57 секунд. При том, что все понятно было, наверное, еще на 15-й минуте, что камбэкнуть будет нереально тяжело. И все три линии проиграны. И вообще никакого шанса, такое ощущение, что с нулевой. А может быть даже после того, как наши аналитики сказали, что вот все, мы за Virtus.pro все стало очевидно. Ну, в общем, 20 минут потрясающего геймплея, вам их предстоит разобрать. Отборные 20 минут, действительно. У нас, на самом деле, по поводу этой игры был всего один вопрос. И был он еще на предматчевой аналитике, он даже игры не касался. Нам было интересно, что вообще будут делать Virtus.pro в этот игровой день, да и в целом, в предстоящие дни этого турнира. И мы видим, что они настроены серьезно. 2 по 20. Да, значительно более серьезно, чем в серии против Fly to Moon. Слушайте, я вообще не припомню, когда последний раз на 10-й минуте я видел такие разрывы по нетворсам. Это же вообще как будто команды. У нас Алхимик нет в игре туда. Ну, да, это же реально жесткач вообще какой-то. Virtus.pro абсолютно по всем фронтам переиграли соперников. Это в чем? В драфте причина? В классе? Ну, по линиям там с большой вероятностью личный скил. То есть, если не учитывать матч-ап SF против инвокера, где очевидно, что у SF после третьего левела все замечательно, все шикарно. Он просто с каждым левелом получает урон, 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 и дальше уже инвокер в принципе не может добить крепа из-за того, что у SF там лишние 20 урона, лишние 30. То в остальном лишний скил, поскольку линия сверху была задоминирована на личном скилле, снизу там вообще без вариантов. То есть, хаус-найт со скайра, с магом, мы не должны прям так сильно проигрывать свою линию эмбер-спириту с даззлом. И здесь очень многое зависело от личного исполнения. Но по драфту, мы уже говорили, слишком жадно. То есть, нужно нафармить инвокеру, хаус-найту, сикеру. Еще и скайра смогу жательно получить левел и артефакты, потому что без левела артефактов вам вообще не дамажат. И тут пик с бисмастером. Они такие, ребят, здорово, у нас есть аура, мы ломаем вышки, мы нападаем толпой, быстренько смываем твра. У нас есть даззл в виде подхила, который будет отхиливать весь спам от того же Кипероза Лайта и Сикера. И по итогу малейшая доминация от Virtus.pro и все вышки падают. Ну вот смотрите, вот сейчас мы видим статистику полосхита, мы донаем в левой верхней части экрана. Она уже свидетельствует о том, что Virtus.pro все. Да? Да. Но это уже похороны. То есть, если ты приходишь инвокером в центр, и никакой помощи нет, никто не может прийти и помочь ему хоть как-то улучшить свою ситуацию против СФ, то с третьего левела начинаются похороны. Там с четвертого, с пятого. То есть, я не знаю, по-моему, любой человек, который ставил против СФ, понимает, что если СФ и не убить, когда у него прибавляется урон, то дальше сильный СФ добьет все. Вот просто все без исключений. И инвокер, у него такая проблема, что он даже не может с пылами как-то хорошенько двигать крипов, потому что, например, Лена, если у нее все плохо, она может прийти, дай Dragon Slave, забрать там 2-3-4 крипа, забрать какую-нибудь баунти-руну и пойти за гангой. И потом в лесок отойти. И, да, допустим, уйти либо в лесок, либо какую-то линию погангать. Инвокер, что он может сделать? Он как-то линию не может пропушить там, ну, разве что метеорит кинуть, да и то. Такая прохладная себе история. Ты должен балансировать свой пик, чтобы на всех... Вообще, ну, что важно, как бы... Прежде чем контрить, прежде чем брать вот этих инвокеров, Skyrim Magic, нужно, чтобы на всех трех лайнах что сделать? Не вот... Да. Стоять плохо, правильно? Верно. Вот. А здесь вот именно происходит этот момент. Ты берешь Skyrim Magic, ну, против... На лайн, смотри, ты берешь на лайн, ты, как бы, нет, в будущем, да, ты будешь контрить там Эмбер Спирита, Сайленсом и так далее. Это где-то там минута там с десятой там начинается, когда он начинает отзакачивать, и когда у тебя есть какой-то ганг потенциал. Но на лайн, ты посылаешь этого героя на лайн к нему, у него есть щит. Ты Эмбер Спирита вообще не пробиваешь. Плюс, если ты начинаешь его заспамливать, Дазл всегда подхиливает. Можно рейндропы принести. Да, там Солыч где-то загулял на этом Фестбладе, но это ничего страшного, там бывает определенные загулы. На миде, мы уже говорили, да, СФ, он просто без какой-либо помощи, он Эмбер просто уничтожит. Помощи, кто здесь тебе будет помогать? Котл? Или Skyrim Magic, опять же, уйдет с той линии, чтобы там совсем плохо было у Хаус Найта, тогда вы проиграете эту игру там за 10 минут. Причем, если Skyrim Magic уйдет, то у него какого-то супер-крутого стана нет, и СФ может просто уйти на ноге, и при этом имеется Дазл. То есть Skyrim Magic уходит со сложной, идет пешочком на центр, приходит, пытаются они убить СФ, и Дазл делает ТП, Грейв, все, здорово. И вот наличие Грейва, оно решало очень много вопросов, потому что это одновременно и подсейв для Эмбера, которого очень трудно убить, и после Грейва Эмбер просто улетает на фонтан, лечится и возвращается. И одновременно Дазл это отличный протек для МИДа, потому что здесь, ну, для СФа были созданы все комфортные условия. У тебя комбинация всегда работает. У тебя есть Эмбер Спирит, тебе его, ну, в принципе, нечем убить, нечем поймать, кроме Сайллса, соответственно, Skyrim Magic и Стана от Хаус Найта. Да, у тебя есть вот эти там две комбинации, дачку этого, ну, Мокер может проказ дать им, и в Лоте может Хиксину собирать, но у тебя ответ на это есть Грейв Дазл. Если не подставляется, если он стоит сзади, то, соответственно, он может оттуда Грейв кинуть, и Эмбер Спирит уйдет, потому что дизейбл эти все спадут. А на твоего керри, на твоего керри, Блудсикер, да, допустим, или на Хаус Найта, без разницы, у тебя есть... Ноль помощи. У тебя есть, во-первых, ноль помощи, ты ничем не можешь помочь, и на них еще у Virtus.pro есть такой ответ в лице Рор плюс ульт Shadow Finder. Я не говорю, что про всех остальных персонажей. Они стирают, ну, герой Хаус Найта, там, если не все ХП снимут, ну, его там добьет, Эмбер Спирит влетит там с иллюзиями и так далее, его щелкнут за Рор. Соответственно, тебе нужно опять же в лейт уходить, Блэкин Бар, там, Линкен Сфера, еще что-то, там, какой-то Лотос Орб это все собирать и так далее. И тогда, может быть, ты повоюешь, но игра закончилась на какой минуте? 23-й. Ты до этих артефактов, как бы... Как до луны пешком. Тебе как до луны пешком. Бестмастер слишком хорошо себя чувствует в подобных матчапах, где нет сейва. То есть, допустим, нету Медового Удея, нет Легион Команды, Рабадона, Дазла, Шаду Демона и любого другого героя, который может хоть как-то подсевить, Бестмастер спокойно входит в замес за счет Рора. И потом, если, допустим, он выиграет хотя бы один замес, он моментально ломает вышки. Если противник дает слабину или проявляет жадность, Бестмастер очень быстро оканчивает игры. Конкретно вот здесь ВП грамотно сделали, что подбанили там всяких Легион Командоров, потому что по итогу Бестмастер был просто бриллиантовым пиком, который идеально вписался в общий план команды. Плюс у них очень сильный лайн с Гримстроком. Они стоят против котла и стоят против, соответственно, Блудсикера. Они бегают под Тауэром и делают, что хотят. Они просто носятся там, круги наворачивают. Захотели, пошли просто по Тауэром с руки бить, захотели, отошли. Им никто ничего не сделает. У тебя единственный ответ на все про все. Там Блайдинг Лайт и как бы Сайленс Блудсикера. У тебя нет чем цепануть и так далее. Да, прохладная какая-то комбинация получилась по итогу, потому что вообще обычно... С хаосом поставить нужно. Ну да, потому что было бы круто, чтобы был какой-то герой, который на верочку выдает хоть что-то. Там некоторые, например, Фантом Лансеры любили ставить в пабликах с котлом. Я там видел пару профессиональных игроков сейчас тренируют этот матчап. А Сикером, вот он ему заливал ман, он дает Блудрайт и герой просто убегает. Выбежали, вернулись, снова Блудрайт, снова выбежали, снова вбежали. То есть такой прохладный лайнап получился на легкой линии. Я так же Сикер мог бы вниз поставить под прикрытием Скайресс Мэджа. Он бы абсолютно так же стоял бы там снизу, фармил, потому что Эмбер Спирит вряд ли там с Даззлом бы его убивали сильно. Потому что там как раз Скай прикрывает и все. А у тебя сверху хотя бы линия будет. Ну просто поменяй местами, у тебя хоть что-то по лайнам будет, хотя бы они плюс-минус балансные будут. А так у тебя и снизу твоя вроде сильная линия Хаус Найт, Скайресс Мэдж ничего не делают Эмбер Спириту и Даззлу. И сверху у тебя лайн, который вынужден убегать там в свои леса под тир-2 товара и умирать. Самое главное. Так не играется. Все три лайна в доте не должны проигрываться. Да, друзья, удивительно много мои коллеги сказали по этой карте, удивительно много хайлайтов мы посмотрели, хотя карта шла всего каких-то 23 минут. Так или иначе, если вам есть что обсудить, обязательно заходите на сайт dota2.ru и оставляйте свое мнение по поводу того, что мы только что с вами увидели. Ну а что касается Virtus.pro, ребята задоджили первые два турнира DPC цикла. Все ради пари матч-лиги, конечно, и Медведь проголодался, покромсал своих оппонентов в салат на первой карте. Посмотрим, что будет на второй. Далеко не уходите.